привет меня зовут и я сегодня расскажу вам о том как вам не работать в удаленке и как мне с этим помогает справиться медитация что есть свои плюсы и минусы в удаленной работе я решила сконцентрироваться на ее плюсах таких вот например я не больше не тратил время на дорогу или пробки я стала больше готовить дома полезную пищу но и конечно я в любой момент могу взять 10 минут паузу на медитацию для меня медитация это своего рода отдых это тот момент когда я могу сконцентрироваться на каких-то важных для меня вещах не мыслях на том что самое главное это все-таки гармония внутри меня это гармония с самой собой я слышал от многих людей что им сложно медитировать так как они не могут отключить свои мысли но я считаю что это очень нормально естественно иметь мысли что ты думаешь ты не можешь просто все закрыть и уберечь это нормально и вы должны это принять когда вы старайтесь медитировать если вас появляются мысли вы должны их принять и дальше постараться сконцентрироваться на своем находите наконец надо делать каждый день потому что это важно не просто делать когда вы стрессуете это важно делать просто для себя для уединить собой опять же понимать все свои чувства ощущения мысли нынешний каротин конечно очень хорошее время чтобы вести эту новую привычку всем привет я работаю дистанционно и поначалу работа с дом оказалось нереально но сейчас я вам покажу пару лайфхаков как это можно осуществить и при этом подкрепить свое здоровье я укрепляю свой уминетет подкрепляясь фруктами а также я пью горячий чай так как обильное горячее питье нейтрализует и противостоит на пробу этом все спасибо за внимание берегите себя укрепляйте свое здоровье и оставайтесь дома всем привет меня зовут ильхом я сегодня расскажу вам как мне работается из дома на карантине многие опасаются что во время карантина и работа из дома наберут лишние килограммы но если дисциплинировать себя и следовать небольшим правилам то можно не только не стимулирование иммунитета на издневной основе я употребляю масло черного твина лимон и а также делу разные виды смузи нынче очень модное название рецепт одного из которых я вам все очень просто мы берем кучок спината тоже ну вот туда он богат очень многими витаминами банан для вкуса и также витаминов и орешки миндаля можно грецкие орехи а можно арахис кому как так же если у вас есть но не обязательно можно использовать семена чья которые богаты омега-3 и кокосовое молоко очень придает хороший вкус все это мы заливаем 300 граммами воды можно кипяченое можно родниковая кому как нравится и ставим на благо а перед тем как пить наш вкусный смузи давайте с вами сделаем пару упражнений которые нам помогут избавиться от боли спине первое упражнение это надо будет вытянуть ноги назад животом полу руки чуть ниже уровня груди получается вот такая поза и вот в такой позе мы должны растягиваться тянуть голову вверх чем больше чем сильнее тем лучше в 30 секунд время пошло следующим упражнением мы должны схватиться руками за спиной вот в таком положении но не у всех руки пластичные и могут так доставать поэтому я предлагаю вам использовать любой кусок материи смотрите как это делается мы берем и вот так потом с помощью этого куска материи мы можем карабкаться руками друг другу признаюсь вам честно я раньше не делал смузи но вот за время карантина и открыла себя а новые горизонты смотрите как он льется какой он красивый не скажу что это очень очень вкусно это достаточно вкусно и самое главное полезно вот это были мои советы надеюсь они вам пригодятся спасибо большое и до новых встреч